Назначая вам встречу на улицах и площадях Харциско, мы предполагаем прежде всего нашу общую встречу с историей. Историей, которая на каком-то уровне подсознания объединяет всех нас, которая незримо присутствует во всем, что нас окружает, в этих особенностях местного стиля домостроения и способах разбивки цветочных клумб, в представлениях о том, как должен выглядеть памятник и традициях, связанных с наименованием улиц. Давайте говорить об истории, давайте выбирать место в нашей встрече. Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Только в старших классах школы окончательно развеялось мое детское заблуждение, когда наконец выяснилось, что Карл Маркс, единственный знакомый мне в школе Карл, никогда не играл на кларнете. А Клара Цеткин, единственная известная мне в то время Клара, именем которой, кстати, названа вот эта улица в Харциске, не коллекционировала кораллы. И вообще, к моменту рождения Клары, 40-летний Карл уже давно покинул пределы родной Германии и безвыездно жил в Лондоне. Так что жизненные пути Маркса и Цеткин не пересекаются, как не имеют общего перекрестка и улицы, названные в их честь в нашем городе. Не имеют, хотя, казалось бы, должны иметь, поскольку расположены в одном районе города и перпендикулярны друг к другу. Эдакий топонимический казус местного масштаба. А вышла вот как. Улица Карла Маркса начинается с этой вот очень аккуратной, симпатичной усадьбы, которая как бы перенеслась сюда, в Харциск, из далекого Триера, родины основоположника научного коммунизма. На 30-м номере улица вдруг прерывается, и мы неожиданно попадаем на школьный двор. И только после этого мы можем выйти на улицу Клары Цеткин, которая, как видите, в этом месте ни с чем не пересекается. С одной стороны школа, с другой стороны техникум. И только там, за техникумом, находит свое продолжение улица Карла Маркса. ПЕСНЯ 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 Сегодня Маркс и марксизм нередко валят в одну кучу. Между тем, сам Маркс, несмотря на болезненное тщеславие, презирал это понятие марксизма. Узнав, что одна из европейских партий окрестила себя марксистской, он язвительно заметил, что себя лично он к марксистам не причисляет. Он не хотел быть апостолом толпы. ПЕСНЯ Ну, хотел, не хотел, а его сделали таковым. На необъятных просторах Советского Союза были построены сотни, а то и тысячи храмов, названных, вот как этот в Харциске, именем Карла Маркса. А в сотнях тысяч домов советских колхозников, в красном углу, вместо святых угодников, а порой и вместе с ними, висел портрет красного апостола. На этой фотографии Карл Маркс со своей дочерью-женей. Кстати, фотография датирована 1869 годом, годом основания Харциска. Именно в этом году Фридрих Энгельс, обеспечив средства к существованию себе и семье Маркса, смог наконец-то оставить ненавистную ему службу на фирме отца в Манчестере и перебраться к своему другу в Лондон. А мы перебираемся на улицу Энгельса. Во многих городах бывшего Советского Союза улицы, носящие имена Маркса и Энгельса, это широкие проспекты, нередко пересекающиеся в центральной части города, как, например, в Воронеже или, скажем, в Благовещенске. Иное дело в Харциске. Улица Карла Маркса, как мы увиделись на проспект, явно не тянет. А теперь видим, что и память о Фридрихе Энгельсе увековечена харцислянами в названии не самой большой улицы на окраине города. Главная ее особенность – это кусочек асфальта, который выглядит несколько вызывающе в районе, где улицы в основном выложены булыжником, орудием пролетариата, за счастье которого всю свою сознательную жизнь боролся немецкий фабрикант Фридрих Энгельс. Странно, но вот улица Пролетарская лишена даже такой мостовой. Неужели местные пролетарии растащили на всякий случай все булыжники? Вообще-то Пролетарская находится в центральной части города и, пожалуй, вполне могла бы претендовать на асфальт. Но как-то уж так сложилось, что прерываемая то новостройками, то пустырями, она петляет где-то по задворкам. Знаете, как бывало после революции? Из буржуйского дома всяких там адвокатов, профессоров повыселят, а то убивают, отдадут квартиры гегемону. А Пролетарии тут же дверь парадная заколотят и ходят себе через черный вход. Привычка, знаете, вторая натура. Параллельно улице Пролетарской, но тоже как-то невнятно, то появляясь, то исчезая, пролегает улица Свободы. Раньше это была довольно длинная по харцузским меркам улица, но после застройки центра города многоэтажками свободы в Харцузске стало гораздо меньше. В смысле улицы, конечно. Но вернемся на Пролетарскую. В восточном направлении Пролетарская улица плавно и целиком логично в политическом смысле выходит на улицу Советскую. В некотором отдалении от этого места на эту же Советскую улицу выходит и улица 8 марта. Эта конфигурация выглядит вполне символично. Праздник 8 марта в Советском Союзе получился вполне советский, но не вполне пролетарский. Из Международного дня борьбы работниц за свои права он у нас довольно быстро превратился в день почитания женщины как таковой. Кстати, праздник 8 марта, дату которого креативно мыслящие работники Харцузского горосполкома зафиксировали в названии вот этой улицы, придумала та самая Клара Цеткин, в порог которой мы сегодня пытаемся найти какого-нибудь Карла. И такой Карл в биографии Клары случился. Нет, замуж она вышла за русского студента по фамилии Цеткин и по имени Осип. А вот политическим партнером неистовой Клары на долгие годы стал сын Вильгельма Липкнехта, соратника Маркса и Энгельса. И звали его, разумеется, Карл. Сюда же на улицу Советскую выходит и переулок, носящий трудновыговариваемое имя этого известного деятеля немецкого рабочего движения. Картезианам повезло, и сегодня лишь один дом, вот этот имеет юридический адрес, переулок Карла Липкнехта. Другое дело, жители станции Деконской, им повезло гораздо меньше. Кстати, это недалеко отсюда, под Артемовском. В 1965 году, после переименования Деконской в Карлолипкнехтовск, они долгие годы вынуждены были именовать себя не то Карлолипкнехтовчанами, не то Карлолипкнехтовцами. Ужас! Так вот, совместная деятельность Клары Цеткин и Карла Липкнехта привела к созданию в 1918 году так называемого Спартаковского союза, преобразованного затем в Кумпартию Германии. От звука этих событий в Карцезке нашел свой отклик в названии вот этого переулка, в который, собственно, упирается западный конец улицы Пролетарской. Впрочем, называтели вполне могли иметь в виду непосредственно знаменитого фракийца, устроившего 2,5 тысячи лет назад восстание рабов в Древнем Риме. Ну, не в этом ресторане, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok